Сегодня Ветковская средняя школа номер один имя Андрея Грамыки означает юбилей. 150 годов тому научную установу засновали, как жанучая в училище. Проспал 100 годов, стала 7-годкой, а в 1934 году – средней. И она лечится одной из самых старших в Гомельской области. Как означали день народжения школы, сюжет Марины Джалой. Экскурсия по Музее Боевой и Працовной Славы, церемония открытия памятного знака на былым будинку Ветковской и Белорусской средней школы номер один и урочистая мероприемство по ступеньках вересни. Больше 60 гоноровых гостей приехали в школу-юбилеар, пришим не только из Белоруссии, но и из России, Великобритании, Израиле и даже Японии. Серед них – добрые сябры, которые завсюды с задовольнением принимают запрошение завитать в Ветковскую школу, а также выпускники установы. Так на урочистости приехали одразу три ректори ГДУ мя Франциска Скарини. Два из них были кероники ВНУ, вучилися у ГТ школы. Как только в 65-м году закончил школу, с тех пор я всегда как-то старался быть на мероприятиях, которые помогали в чем-то в школе. Методические совещания, конференции, встречи – они всегда меня приглашали. И я, в свою очередь, давал тематические доклады ребятам и их приглашал к себе в университет. Некоторые были вучни Ветковской школы передоляли тысячи километров, чтобы снова опынуться в родных мястинах. Один из них – выпускник, 54-го года, Давид Фабрикант. Уже шмот годов он живет в Израиле. До речи, на юбилей школы он приехал не с пустыми руками. У подарунок привез книги уласного авторства. Каже, что любовь до литературы, здольность анализовать и глубоко вдумываться у сенс написанного, быть уважливым до природы, он отримал от своих наставников. Много есть воспоминаний о директоре, о зауче, о новых преподавателях. Очень были хорошие преподаватели. Причем у нас был классный преподаватель. Николай Степанович был физиком у нас, преподавал. Причем он нас водил на улицу, вечером собирал, чтобы мы смотрели звезды, рассказывал, какие звезды. Он собирал, ввел хоровой кружок. Так что мы проводили неплохо время. Уроженец Японии, а сейчас выкладчик БДУ Акира Фурусава, до своих сябров из Ветковской школы приехал разом с семьей. На этой земле он не в першине. Когда я был первый раз в этой школе, я видел имя Громыка. Это имя моего покорения японцы все знают. Поэтому я удивился. Я не знал, что он из Беларуси. Вообще я не знал. Поэтому мне приятно стало. Дарыши былые выпускники и сябры школы наведывают ей не только на святы. Многие языки мкнутся, да помогши установе полепшить ее материальный стан. Зробить так, чтобы детям учиться тут было, еще больше интересно. Последний раз, 1 сентября, нам подарили компьютерный класс, нам подарили спортинвентарь, нам подарили полное собрание сочинений из Карины в библиотеку. Вы понимаете, так сказать. То есть мы, безусловно, вниманием не обижены ни в коем случае. Дарыши один из таких подарунков выпущенная до 150-го года школы книга. Сергей Перепелюк сбирают для ее каштонные архивные известки. А выдать допомог подорожник и письменник Найджел Робертс. Дарыши у Ветковским районе знакомиты англичанин уже 30-й раз. Большая честь получить приглашение на 150-летие школы. И когда директор прислала пригласительный, нераздумывая, конечно же, согласился. Я должен был сюда приехать. У одрознений одна Эджела Робертса, а надзвучайный полномочный посол Великобритании у Беларуси Фиона Гиб у Вецы у Першинюм. Я провела сейчас один час в музее, и это большой сюрприз для меня. Очень историческое место здесь, в Ветке. Очень быстро оно я видела в музее. И этот музей стоит посетить. Я рекомендую этот музей. З нагоды 150-го года на былом корпусе Ветковской школы открыли памятный знак. Готый будинок давно належит господару уласного бизнеса. А сейчас фасад у Прыгожи у Ганаровы напоминает тем, что тут была школа. В средней школе номер один города Ветки имени Андрея Андреевича Громыка я работаю уже 20 лет. У нас очень дружный, веселый коллектив, творческий. И мне очень легко с ними. Это мои помощники. А когда мы команда, у нас любое дело получается. Для всех, кого объединяла в учебу в Ветковской школе, для всех есть сябро. У Дома культуры пройшла насыщенная, цикавая и ширая святочная программа. Колеса сцены гучали в Веншаванне, и подяка до школы от ее былых ученев становилась зрозумела. Важно не то, сколько тысяч человек тут училась. Важно, какими они стали людьми. Марина Джала, Андрей Иванов, телерадио компания «Гомель» с Ветки.